В Наринмаре сотрудники МЧС спасли трех мальчиков, которые оказались на плоту, зажатом льдинами. Несчастный случай произошел в районе Качгартинского моста. Детей на самодельном сооружении понесло течением. Школьники не стали паниковать, поэтому не упали в воду. О том, что подростки оказались в сложной ситуации, спасателям сообщили очевидцы происшествия. И самое страшное, к сожалению, это не единственный случай. Подробности далее. Если в Наринмар пришла весна, а на Печоре лед становится тонким, то родители, берегитесь, ваши дети начинают играть в опасные игры, которые порой могут закончиться, но очень плачевно. Гриша, ты на меня быстрее, придурок! Вместо того, чтобы помочь своему другу, автор ролика продолжает снимать видео на телефон. Человека за кадром вообще не смущает, что его приятель находится в беде. И это правда жизни. Подобных роликов в интернете очень много. Люди снимают смерть собственных товарищей. Я приезжала по мосту и вот увидела три мальчика. Ирина Терентьева благодаря своей внимательности сохранила жизни трем подросткам. Школьники застряли на деревянном плоту, которое зажало дрейфующими льдинами. Об увиденном девушка сообщила спасателям. Сотрудники МЧС детей эвакуировали. Все живы-здоровы. А ведь эта прогулка для них могла стать последней. Я думаю, что и в школе, и в садике уже нужно это им прививать с самых малых лет, чтобы они все равно чувствовали какую-то ответственность за себя, за своих друзей. Вот в конце концов, они же были втроем. А что заставляет детей, вот на ваш взгляд? Сами помните о прошлом? Не знаю. Может быть, им экстрима не хватает, энергию свою куда-то девать нужно. Вот и девают, только очень опасными способами. Если, к примеру, выход на лед запрещен, то для детей законы не писаны. Их словно притягивает коварным местам. Хрупкий лед, открытая вода и различные обрывы. Где еще, как не здесь, доказать товарищам свою смелость? Верните 10 лет назад, и сейчас многие себя в этот момент узнают. Ведь раньше, в детстве, мы всегда искали приключения. Нам ничего не было страшного. Не то, что сейчас, ой, мамочки. Нельзя выходить на лед при том, где можно утонуть. Ученица третьего класса Марина Махнева после встречи со спасателями теперь точно знает – безопасность превыше всего. А вот некоторые ее знакомые, в основном мальчики, продолжают играть со смертью. Причина, считает школьница, отнюдь не желание показать свою смелость. Потому что тут обычно нельзя купаться, и все хочется побывать в воде. Но все же, если вы оказались в холодной воде, не паникуйте. Хоть это и сложно, советуют спасатели. На берег пытайтесь выбраться по старым следам. И ни в коем случае не поднимайтесь на ноги. Просто ползите. Детям действовать в ситуации нужно точно так же. Нужно родителям знать, где находятся их дети, где они гуляют. И еще раз им напомнюсь об этом, что играть в воды нельзя. Впрочем, многие дети, несмотря на множество предупреждений, до сих пор этого не уяснили. Несколько дней назад в Оме с дрейфующей льдины были сняты две маленькие девочки. Они выжили чудом. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.